Этот фильм будет называться, этот проект возможный, раз уж пошли такие откровения, такого ловитовского, я бы сказал, уровня, то этот проект будет называться «Динозаврёныш Барь». Этот проект носит пока рабочее название «Динозаврёныш Барь». Он позволит поколению новых зрителей, уже живущих в эпоху доумнистического цикла цивилизации, все же как-то воспринимать творчество Кубрика. Это душа Барри и в сценах, я думаю, которым бы мастер позавидовал по своему эпическому и метафорическому, накалу душа при помощи, почему я долго разрабатываю, потому что фильм Кубриковского порядка, они не могут быть сделаны без кучи денег и в больших эффектах. И в какой-то момент, как бы, ну, агрессивного порыва душа покидает Барри, значит, обращается к нему и в ходе 39-минутного монолога, так сказать, раскрывает ему все темные стороны его жизни. Эта сцена станет кульминацией фильма, после которой последует 49-минутный эпилог, демонстрирующий жизнь Барри после просветления. Вот я вам довольно много раскрыл и вы задали вопрос, сказать, как наследие Кубрика преломляется, преломляется в моем личном творчестве и непритязательного моей разработки имеет очень большой смысл. Возможно, если денег не хватит на два фильма, это будет совмещенный проект. Новая космическая Одиссея, динозаврёнка Барри, позволит, то, что американцы называют, сделать кроссовер, то есть объединяющий хит, так сказать, вот когда, знаете, джаз и вместе с тем ритмика хит-хопа, хип-хопа. И я тоже готов и к такому развитию событий, потому что Кубрик в первую очередь был ещё и очень мужик хитрый, и, так сказать, индустрию держал всегда за яйца и знал, как пробить свои проекты. Вот. Кубрик в первую очередь